МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня четверг, 24 мая. Мы рады вас приветствовать. Светлана Звонарева и Влад Портнов. Сегодня в России и Болгарии отмечается День славянской письменности и культуры. Праздник, приуроченный ко Дню памяти святых равнопостольных братьев Мефодия и Кирилла. Праздник отмечается с 1985 года. Сначала торжества проводились в разных городах России. А вот с 2010 года центром празднования стала Москва. Сегодня у нас будет по-настоящему праздничный эфир. Музыка, анонсы интересных событий, розыгрыш билетов. И это еще не все. Уволиться по правилам и без. Что стоит знать об этом неприятном процессе? Отличный рецепт для жаркой погоды. Готовим кофе с мороженым и мятой. Забери меня, мама. История Дины, которой очень нужна семья. И начнем с серьезной темы. Вы решили или что вас вынуждают уволиться? Давайте будем разбираться во всех нюансах этого неприятного вопроса. По собственному желанию. Но не влюблен, как в известном фильме, а уволен. Зачастую происходит это не по свободной воле, а по принуждению работодателя. Не сработались в коллективе или ваше место нужно кому-то еще. Если вас заставляют уволиться, идите в суд. Нужно все зафиксировать, собрать как можно больше доказательств. Это аудиозаписи, видеозаписи, это переписка в телефоне. Все будет иметь значение для суда. Но здесь будет бремя доказывания возложено на работника. То есть именно работник должен доказать, что его принуждают к увольнению. Соответственно, нужно помнить, что если мы пишем заявление на увольнение по собственному желанию, то здесь уже, конечно, будет очень сложно доказать, что вас принудили это написать. Потому что оно вам, собственно, ручно уже написано. Так что подумайте, может и уволиться, но пойти с шефом на сделку. В законе это называется увольнение по соглашению сторон с выплатой компенсации. Подписываем соглашение, соответственно, в письменной форме. И главное читать внимательно это соглашение. Если у вас в соглашении просто написано, что вам при увольнении полагаются соответствующие выплаты и компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск, никаких дополнительных выплат вы не получите. То есть если вы хотите, чтобы вам при расторжении по соглашению сторон были предусмотрены выплаты, это нужно прописать отдельным пунктом. Что это дополнительные выплаты сверх вашей заработной платы, сверх вашей компенсации за неиспользованный отпуск. И, конечно, желательно обязательно взять себе второй экземпляр. Ну и самый неприятный, но при этом защищенный законодательством вариант – увольнение по сокращению штата. Процедура сложная. За два месяца вас должны уведомить о том, что вы лишаетесь работы, и обязательно предложить вакансию письменно, в уведомлении. Вакантные должности могут как быть соответствующей квалификации, так и ниже оплачиваемой или ниже стоящей квалификации. Если работник согласен на перевод, соответственно, он переводится и как бы сокращение его минует. А если работник не согласен на перевод или нет вакантных должностей, то по истечении этого двухмесячного периода работник увольняется по расторжению в связи с сокращением штата или численности. Зато при сокращении вам гарантировано еще два, а то и три для отдельных льготников месячных средних заработка. Но нужно в течение двух недель встать на учет на биржу труда. Став на учет сразу после увольнения, работник добавляет себе дополнительную гарантию, что в случае, если он в течение трех месяцев не найдет все-таки работу, работодатель будет обязан выплатить ему еще один средний заработок. Потому что если мы встанем на учет позднее двухнедельного срока, то у работодателя, соответственно, данная обязанность отпадает. Можно, конечно, уведомление не подписывать, но его пошлют вам по почте и все равно уволят. Так может, лучше не расстраиваться и заняться поиском новой работы или даже новой профессии? Может, ваш самый главный талант все еще не раскрыт? В нашей студии первый утренний гость юрист Фарид Ахмадуллин. Продолжим обсуждать с ним вопросы увольнения, но не всех категорий работников, а только инвалидов. Фарид, доброе утро. Доброе утро. Тема сложная, давайте попробуем разобраться для начала. Можно ли вообще по закону уволить инвалида? В первую очередь нужно понимать, что все трудовые отношения в России основываются на законодательстве Российской Федерации. Это трудовой кодекс Российской Федерации. Если в отношении инвалидах, на территории Российской Федерации действует стандартное правило по обеспечению равных возможностей для инвалидов, которое принято Генеральным ассамблеем ООН в 1993 году. И, соответственно, работника, в том числе и работника, обладающий статусом инвалид, можно уволить по тем основаниям, которые прописаны в Трудовом кодексе. Это вот 81-я статья. Она достаточно большая. Основные моменты, с которыми сталкиваются инвалиды, это прогул. То есть по своему состоянию здоровья человек не может выйти на работу. Но при этом для инвалидов им нужно понимать, что все какие-то осложнения со своим здоровьем нужно фиксировать в медицинских документах, потому что в последующем нужно писать объяснение, почему человек пропустил работу. Вот. Ну, если отвечать на ваш вопрос, то инвалида уволить можно, как и любого другого работника. Но при этом нужно правильно заполнить все кадровые документы. Если есть какие-то нарушения, то такой работник может обратиться в суд, либо в Федеральную инспекцию труда, восстановиться на работе и получить всевозможные компенсации, в том числе и морального вреда. А какие-то преимущества на рабочем месте инвалидам, вот по группам есть? Да. Достаточно большой перечень льгот для инвалидов первой и второй группы. Это сокращенная рабочая неделя, не более 35 часов. Это право на получение неоплачиваемого отпуска до двух календарных месяцев. И вместо 28 дней, как для обычного работника... Оплачиваемый уже отпуск? Уже оплачиваемый, да. Такой работник может получить 30 дней оплачиваемого отпуска. И привлечь такого работника в ночную смену, либо сверхурочную, можно только с письменного согласия, но при этом нужно понимать, что нет никаких медицинских противопоказаний. То есть получается так, что инвалиды третьей группы работают наравне с остальными всеми работниками? Или все-таки тоже есть какие-то отличия? Отличия есть небольшие. Если говорить о льготах для инвалидов третьей группы, то для них сохраняется это 30 дней оплачиваемого отпуска, и также только с письменного согласия можно привлекать в ночные смены и работы сверхурочно. И, как принято говорить, у нас то, что третья группа – это самая легкая группа инвалидности. И даже к обычным работникам порой природа. Да, порой так, но при этом тоже нужно понимать, что у таких людей есть индивидуальная программа реабилитации, то есть есть определенные ограничения. И с этим должны работодатели считаться и предоставлять все необходимые условия труда. Ну и самый чувствительный, наверное, вопрос часто бывает так, что приходит человек устраиваться на работу, допустим, с инвалидностью, и работодатель отказывает. По каким-либо причинам? Да, находит причины, чтобы отказать. Да, да, да. Но на самом деле сам инвалид, устраивающийся на работу, понимает, что дело в его здоровье именно. Что делать в этой ситуации? Имеет ли право работодатель отказывать? Как себя защитить? Ну, в данном случае, если отказывает работодатель в принятии на работу, например, там без объяснения, мы вам перезвоним и так далее, то за защиту своих трудовых прав можно обратиться в Федеральную инспекцию труда. Как раз-таки этот орган и инспекция занимается защитой трудовых прав. Ну и дополнительно можно еще обратиться с письменным заявлением в Федеральную службу по труду и занятости. И если уже отказывает работодатель, то необходимо запросить письменный ответ, почему не взяли этого работника на работу. И все эти жалобы, которые поступят в Федеральную инспекцию труда, на эти ответы можно также их обжаловать и в суд, и восстановиться на работе, и получить эту работу. Но здесь нужно понимать, почему отказывают. Если человек сам пришел и сказал, что я инвалид, это его право. У него нет обязанности говорить о том, что он инвалид. И зачастую многие люди этим пользуются. Но когда человек пришел и сказал, что я инвалид, и его уже взяли на работу, то здесь появляется обязанность уже работодателя обеспечить надлежащие условия труда. И есть еще такой нюанс. Многие инвалиды спрашивают, как им поступить, когда работодатель просит дополнительные какие-то документы предоставить, помимо тех, что прописано в Трудовом кодексе. А имеет ли работодатель на это право запрашивать? Нет, не имеет. Поэтому все отношения должны быть оформлены письменно. То есть письменный какой-то запрос, предоставление дополнительного документа. Но таким образом, на самом деле, работодатели выиграют время для того, чтобы закрыть вакансию и не взять на работу инвалида. Ну, в общем, ситуация сложная. Нужно быть внимательными. Ну и пожелаем найти работу тем, кто ищет. Спасибо большое за советы. Спасибо. Мы продолжим нашу программу после небольшой рекламы. И снова здравствуйте. Сейчас время звездных обещаний. Итак, Овны. Сегодня лучшее время расставить все точки над «и» во всех делах. На работе все превосходно. Даже появятся перспективы для карьерного роста. Вечером, возможно, срочная поездка в другой город. Тельцы. Легкий день, который пройдет на одном дыхании. Самое главное, вы успеете сделать все запланированные дела. Небольшие трения могут возникнуть с родственниками. Близнецы. Нужно быть спокойнее, а также реагировать на критику со стороны. И даже если люди откровенно копаются в вашей жизни, будьте невозмутимы. В личной жизни наметятся положительные перемены. Рак. У вас знаменательный день. Ваши таланты заметят. Время пожинать плоды своего труда. Ну и единственный минус – тяжелый вечерний разговор с кем-то из близких. Лев. Любые препоны на пути пойдут. Как ни странно, вам на пользу успешно решится давняя проблема с финансами. В семье царят покои и гармонии. Девы. Звезды предсказывают вам борьбу с недоброжелателями. Сплетни, козни, интриги – вот приметы этого дня. Если решите с этим всем разобраться, то ведите себя выдержанно и спокойно. Ну а мы продолжаем. Вчера для многих российских школьников прозвенел последний звонок. Давайте посмотрим, как это было в одном Казанском лицее. Последний раз в последний класс. Символический звонок от первоклассницы 11-ти классникам предвещает не только окончание учебы, а начало новой, взрослой жизни. На праздник «Последний звонок 2018» собрались лицеисты, учителя, родители и почетные гости из Казанского университета. Вчерашние мальчишки и девчонки на твоих глазах превращаются в взрослых, красивых людей, у которых действительно очень большое, светлое будущее. К выпускникам со своими пожеланиями и словами поддержки обращались ученики 10-х классов, педагоги, родители. В праздничных номерах выступили сами выпускники и будущие лицеисты. Каждый из них – талант, и не только в учебе, но и в других ипостасях, танцах, пении и поэзии. Лицею имени Лобачевского, одному из лучших в стране, в этом году 15 лет. И все эти годы лицеистами гордится Казанский федеральный университет. В добрый час, в добрый путь, дорогие выпускники. Здравствуйте, и у нас очередной гость Инесса Клюкина, руководитель творческой инклюзивной студии «Эмоции» Нелли Суркина, режиссер. Доброе утро. Доброе утро. Девушки, ну давайте для начала мы расскажем, что такое творческая инклюзивная студия. Может быть, мы слышали этот термин, но не знаем точно, что это. Творческая инклюзивная студия – это студия, в которой вместе занимаются люди с инвалидностью и люди без инвалидности. И нужно понимать, что эта история не о людях с инвалидностью, это история о людях вообще и о творчестве. Ну и тогда давайте мы поговорим про спектакль, который скоро будет премьериться. Да, мы правы. Расскажите, пожалуйста, что за спектакль? 26 мая в ДК «Юность» пройдет премьера спектакля «Алые паруса. Исповедь о соль». Это авторское толкование и история Грина, в которой зрители не увидят привычного сюжета «Алых парусов». Мы с участницами студии записывали интервью с нашими знакомыми, это девушки и с инвалидностью, и без инвалидности, о том, как они ждут своих принцев, о том, как они чувствуют себя особенными. И вот эти вот истории реальные легли в основу вербатима. И также в нашем спектакле прозвучают песни из мюзикла «Алые паруса», который написала Вера Хохлова. То есть будет какая-то видеоканва во время спектакля? Да, вот я тоже хотела спросить, если вы записывали интервью, значит, какой-то фильм, или по этому фильму, этот фильм вы переложили на сцену, скажем так, перевели? Мы записывали интервью для того, чтобы написать сексы к этому спектаклю. Да, то есть актрисы будут читать живые рассказы реальных женщин. Кто актрисы? Актрисы, девушки с инвалидностью и без, участницы студии «Эмоции». Одна из них здесь, Месса. Ну, расскажи, пожалуйста, как проходила подготовка, как проходила постановка всего этого спектакля? И какова роль ваша там? Я играю одну из «Ассоль», ну, то есть их много. На самом деле, каждая девочка – это представительница. У всех разные истории, наверное, стоят. Конечно, конечно, да, у всех разные истории. Как всегда, у нас было примерно полгода на постановку этого спектакля, мы полномерно занимались, у нас были разные мастер-классы, мы даже выезжали на творческий интенсив, где очень усиленно за две недели перед спектаклем девочками занимались. И, ну, то есть это как обычно происходит, наша работа, мы ходим куда-то, развиваемся, и, то есть вот, немножко было необычно в том, что мы записывали эти интервью, и, ну, то есть мы поем теперь, потому что нам надо. Надо петь эти песни, и даже девочки, которые не пели раньше, мы теперь поем. То есть вы раскрываете все свои таланты, скажем так. Да, ну, мы же творческая студия. Здесь получается, что главный герой – это, без сомнения, актеры, конечно же, а сцена будет пустая, чтобы было лучше видно актеров, или есть какие-то декорации, оформления, костюмы? У нас очень крутые декорации, Нелли, расскажи. У нас чудесные декорации, они созданы по мотивам картин художника Ольги Сушковой, и другая художница, Роза Фадхолина, нарисовала эскизы декораций, а потом студенты отделения дизайна Казанского инновационного университета нарисовали, собственно, наши декорации. Ну, декорации – это как раз тот случай, когда лучше увидеть, чем услышать. Да, да, наверное. Но мы знаем, что ваш спектакль уже стал победителем республиканского конкурса или форума. Форума, да. Мы участвовали в форуме «Наш Татарстан», который организует Министерство по делам молодежи и спорту и Академия творческой молодежи. И защита первого этапа проходила в Министерстве культуры. Далее в IT-парке был конвейер проектов, где мы презентовали «Алые паруса» и «Исповедь Ассоль» на… То есть премьер-министр Татарстана выиграли, заняли первое место на площадке «Территория архитектуры и искусства». Ну, то есть, можно сказать, вы обкатали уже. Ну, нет, нет, премьеры еще нет. Мы сделали хорошее предпросмотрение, чтобы… Хорошее продвижение, хороший промоушен, да? Так, еще раз, когда будет премьера? В эту субботу, в 2 часа дня, во Дворце культуры «Юность» вход свободный. И еще спектакль будет адаптирован для людей с нарушением слуха и зрения. И еще у нас будет прямая трансляция, онлайн-трансляция. И наши зрители и коллеги из других городов и даже стран могут к нам присоединиться по ссылке, которые можно у нас получить. Замечательно, да. Мы желаем вам успеха и аншлага. Конечно, удачи. Спасибо. Доброе утро. Сегодня очень богатая на гостей программа. И у нас в студии Мария Леонтьева, главная координатор и организатор праздника «Духов день» в Суконной Слободе и протеерей Алексей Чубаков. Здравствуйте. Доброе утро. Духов день. Что это за праздник такой? Он новый или это что-то древнее? Да, давайте историю расскажем. Вообще, Духов день – это второй день после Троицы. Мы знаем такой замечательный праздник Троицы, день рождения церкви. И Духов день – это, по сути, день рождения церкви. Духов день – это, кроме того, престольный праздник нашего храма, Духа Сашистенского храма, который вот уже третий год как возродился и свершается служба. До этого казанцы знают его как укульный театр. Мало кто знает, что именно в этом здании до революции размещался храм. Храм 1731 года. И Духов день – это, по сути, возрождение тех традиций, которые были и существовали до закрытия храма, когда со всего города съезжался народ для того, чтобы отметить этот праздник Духов день, как престольный праздник Суконной Слободы. Но это был не только праздник Суконной Слободы, это был праздник всего города. И возрождение этого праздника, этого события мы сейчас и хотим произвести, сделать так, чтобы вновь этот день стал праздником не только Суконной Слободы, но и всего города Казани. То есть это первый праздник будет? Или уже проводилось подобное? Вот я имею в виду именно Духов день в Суконной Слободе. Нет, третий год мы будем проводить этот праздник. Что в этот раз готовите? В этот раз, как и всегда, конечно, во главе нашего праздника торжественное богослужение. Поэтому православных ваших зрителей мы приглашаем с нами разделить радость и Троица, и Духово дня. Кроме этого, нам очень важно возрождать традиции взаимодействия духовной и народной культуры. Потому что раньше не было такого, что кто-то занимается фольклором, а кто-то верующий человек. У людей была одна жизнь, они с утра шли на литургию, храм празднично украшен, есть много народных традиций. Или уже традиции, где сложно отделить, что традиция, как украшение храма березками и свежескошенной травой, а что вот, ну, что-то иное. И кроме этого, поэтому мы проводим всегда концерт этнических коллективов. Это этно-фьюжн-команды, которые работают на стыке переосмысления народной традиции современной музыки. Это ярмарка, ремеселы, мастер-классы. Это пешеходные экскурсии и краеведческие лектории об истории Суконной Слободы и вообще о Слободе. Или вот, например, о том, какую роль играли меценаты. Фактически ведь это был социально ответственный бизнес того времени, кто строили Слободу. Вот, в общем, программа разнообразная, есть на сайте хедлайнера концерта в этом году Тина Кузнецова, финалист проекта «Голос» и автор проекта «Звента Свентана». Нам очень радостно, что она ведь из Казани, что она также возвращается в Казань и очень ждет, судя по ее отзывам, троится. Потому что, на самом деле, очень редкая ситуация для России в целом и для Казани, когда храм поддерживает такое молодежное и движение в росле современной культуры. Это очень большое доверие и смелость со стороны отца Алексея, настоятеля храма и сошествия святого духа. Поскольку важно, что церковь не находится только в стенах храма, народная культура не находится только в архиве. Это живое и современное, и живущее, и ценное, то, что объединяет многих людей. В общем, Духов день будет интересным всем возрастам от мала до велика. Да, есть и детская площадка, и концерт. Ну что, тогда приглашаем всех. Ну, спасибо большое. Да, давайте еще озвучим, когда это будет. Да, да, конечно. 27 и 28 мая в храме сошествия святого духа, Туфана Минолина, 21, и площадка перед театром «Икият», это Петербургская, 57. Удачно провести эти два дня, этот праздник. Ну, а мы продолжим нашу программу. Прямо сейчас мы узнаем, что интересного сегодня на телеканале ТНВ. Вы же можете проверить, какие преступления совершались в Анапе 25 лет назад? Было громкое дело, дело спасателей. Группа спасателей знакомилась с одинокими женщинами. Грабили их, топили, находили их тела, получили премию. Группа расследует новое дело. Немолодой мужчина утонул в Москва-реке. Однако в его легких обнаруживается морская вода. Вскоре найден еще один труп бывшего следователя. И снова морская вода в легких. Цезарь. Раскинулось село Шеланга на высоком берегу Волги. В разное время здесь были Горький, Шаляпин, Арбузов. А сейчас его жители трепетно хранят историю. Каравай сегодня в 13.00 на ТНВ. Казанский университет на пересечении эпох. Как сказалось на нем свержение самодержавия? Что изменилось после образования СССР? Эти исторические факты хранит музей и его сотрудники. «Рыцари вечности» сегодня в 14.45 на ТНВ. Ну а сколько еще интересного у нас в программе? И все это вы увидите после небольшой рекламной паузы. Еще больше красок у нас в студии. А все потому, что в субботу начинается каравон. Доброе утро, дамы, всем здравствуйте. И ансамбль с одноименным названием «Каравон» у нас в гостях сегодня. Ирина Комиссарова, руководитель ансамбля. Когда, что, где и как вы будете выступать? Расскажите, пожалуйста, вкратце. Доброе утро. Мы рады приветствовать вас. Сейчас вас встречает часть ансамбля «Каравон». 26 мая в селе Никольское Лаишевского муниципального района будет проходить 26-й Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон». И у нас будет гостья праздника, народная артистка Надежда Бабкина и ее ансамбль «Русская песня». Приглашаем вас всех и всех жителей Татарстана на наш праздник. Замечательно. Ну, теперь вот о вашем коллективе. Уже который год вы выступаете там. Вот в этом году нашему ансамблю исполнилось 30 лет. Юбилей! Поздравляем! Да, поздравляем. Спасибо большое. И вот Анастасия немножко расскажет, что нам подарили на наш юбилей. Да. Также во время проведения 26-го Всероссийского фестиваля «Каравон» свои двери распахнет русское подворье. Его строит в честь 30-летнего ансамбля «Каравон», в честь 30-летнего юбилея. Какой подарок! Да. Огромное спасибо президенту республики Татарстан Рустаму Наргалеевичу Мениханову, главе Лаишевского муниципального района Михаилу Павловичу Афанасьеву за такой ценой и огромный подарок. Милости просим всех на наш праздник. Ну и лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому... В данном случае и увидеть, и услышать. Оставляем нашу сцену импровизированную для того, чтобы вы насладились. Такая небольшая рекламка, небольшой тизер того, что будет в субботу. Дамы, ваш выход. Оставляем вас. На кори тады калина, под горою де малина, Там малина, 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 красавица Маша де малина. Там девчонка де гуляла, там девчонка де гуляла, 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 гуляла. Красавица Маша де гуляла, цвет стамины де ломала, цвет стамины де ломала, 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 ломала. Красавица Маша де ломала, по пучочке де вязала, Редактор субтитров А.Семкин ПЕСНЯ ПЕСНЯ Для холодного кофе возьмите 200 мл молока, 2-3 веточки мяты и 100 мл мороженого. Сварите кофе, остудите. Разлейте по формочкам для льда, заморозьте. В молоке сварите мяту. Молоко охладите и взбейте в блендере с мороженым. Положите в высокий стакан кубики кофе и залейте смесью. Приятного аппетита! Ну, как видите, у нас сегодня много подарков для вас. И очередной, да, и очередной из них мы разыгрываем детский билет на «Елку-2» на 1 июня в Корстен. Он достанется тому, кто ответит на простой вопрос. Очень простой вопрос. Висячие сады Семирамиды. Одной из семи чудес света, ну, это вы и так знаете, которое не дошло до нас. Многоуровневые, созданные искусственные террасы, которые были подарены царем Новохудоносором, своей жене. А в каком государстве древнем они находились? Согласно легенде. Итак, в каком государстве находились сады, висячие сады Семирамиды? Название этого государства вам 100% знакомо. Дозванивайте к нам и отвечайте, забирайте билеты. 570-50-75, 570-50-75. Наш телефон прямого эфира. Пока мы посмотрим сюжет, у нас советы юриста на очереди. Внимание. Здравствуйте, Руслан Емельевич. Здравствуйте. Для получения кредита нам нужны поручители. Многие относятся к этому статусу довольно легкомысленно, но я предполагаю, что зря. Да, совершенно верно. К данному статусу нужно относиться очень ответственно. Так как, являясь поручителем, вы также являетесь созаемщиком. И в случае, если первоначальный заемщик не будет исполнять свои обязательства перед кредитором, то отвечать за долги предстоит вам. Можно ли отказаться от этого статуса? Заставить стать поручителем по закону нельзя. Данные волеизъявления носят добровольный характер. Но если вы уже заключили договор поручительства, вы можете его оспорить через суд. Одним из оснований будет являться, например, что у вас ввели заблуждение при составлении данного договора. Но это очень сложная задача. Поэтому подумайте, прежде чем заключать такого рода договор. Спасибо, Руслан Эмильевич. Пожелаем всем зрителям не попадаться в юридические ловушки. Сейчас мы попробуем общаться с нашим зрителем. Доброе утро, как вас зовут? Доброе утро, меня зовут Раиса. Раиса? Да. Так где же находились-то? В висячие сады Семирамиды. Это находилось в Вавилоне. Ну, конечно, мы поздравляем вас. Вы замечательный знаток истории, и вот за это получается такой же замечательный приз. Первое июня, Ёлки-2, ваше чадо будет радо. День защиты детей, замечательный подарок будет. Поздравляем вас. Сейчас вам расскажут, как вы сможете забрать билеты. Это первое июня, будет интересное представление, мы уверены. Ну, а сейчас традиционное время афиши событий. Камила Хакимулина готова рассказать нам свой авторский обзор. Доброе утро, сегодня 24 мая, и с вами Камила Хакимулина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о двух замечательных мероприятиях. Все подробности через пару секунд. Спектакль «Теорема Печенкина» или «Последний коммунист». Семейная история в двух действиях поставлена по повести современного писателя и сценариста Валерия Золотухи. В ней ярко и поучительно рассказывается о конфликте отцов и детей на фоне непростого времени. Засыпаю в рассвет, никого рядом нет, громкий шум за окном. Концерт «РСАЦ». Один из самых плодовитых музыкантов, герой русской новой волны Феликс Бондарев, успевший в свои 28 записать альбом с муми-троллем и сансарой, выступит сегодня в нашем городе. Не пропустите. Интересный намечается вечер, но не будем останавливаться. Впереди вас ждут два анонса очень интересных спектаклей. Не пропустите. Спектакль «В ожидании». Увы, радость материнства дана далеко не каждой женщине, ведь медицина пока еще не всесильна. В этой постановке вас ждут трогательные женские истории, любовная линия и размышления о том, зачем человек живет на свете. Не спящие в Лондоне. Джоанна и Филипп Маркхэм, любящие друг друга супруги, вечером они планируют отправиться на деловой ужин. В их отсутствие квартира должна превратиться в любовное гнездышко сразу трех пар. Но неожиданно все отменяется, из-за чего каждый из героев спектакля попадает в глупое положение. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику «Каждое утро». Увидимся в пятницу. Три дня подряд проходят последние звонки. Как ты думаешь, о чем переживают выпускники и выпускницы? Ну, конечно же, а какая будет погода? Да, конечно, брать зонтики не брать. Ну, а как же гулять целый день, да еще ночь? Угу. Вот сейчас Данилер Кенджайф нам и расскажет, как у нас дела с погодой обстоят. Да, брать ли зонтики или нет? Данилер, привет тебе. Данилер. Всем привет. Привет. Я сегодня с самого раннего утра выбрался на улицу, чтобы запечатлеть всю эту расцветающую красоту. И параллельно, конечно же, рассказать вам о погоде в Казани. Но для начала я хочу рассказать пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Итак, давайте начнем. Сегодня 24 мая, и именно в этот период начинает зацветать незабудка. Вокруг все становится очень и очень красивым. А еще по именно этому дню, по 24 мая, люди пытались спрогнозировать, каким же будет лето. Вот если сегодня будет идти дождь, то это значит, что лето будет достаточно дождливым. А если сегодня светит солнышко и ни одной тучки, то это значит, что лето будет теплым и солнечным. Температура в городе Казань сегодня составит плюс 24 градуса, вечером будет плюс 18. Целый день будет переменная облачность, и местами по Казани пройдет легкий дождик. А это значит, что лето будет в меру дождливым. У меня, друзья, на этом все. Всем отличного настроения. Грейте себя и своих близких. Пока-пока. Пока, Даньора, спасибо большое. Ну, легкий дождик – это неплохо. А можно кудрить делать в легкий дождик? Разгоряченных, скажем так, выпускников он будет немного освежать и приводить в чувства. Ладно. Мы продолжим астропрогноз. У нас вторая половина знаков. Кого мы еще обидели? Весы. На весах остановились. Этот день вы проживете без волнения и тревог, но учтите, домашние дела навалятся разом. Но вы сами виноваты, что постоянно откладывали их на поток. Скорпион. Гороскоп не обещает вам легкого дня, поэтому соберитесь силами и усердно работайте. Одинокий скорпион имеет все шансы на успех и взаимность у противоположного пола. Стрельцу необходимо снизить физические нагрузки и рабочий пыл. Чтобы не срываться на близких, почаще отдыхайте и медитируйте. Козерог. Грядут крупные финансовые расходы в отношениях с коллегами. Вам следует быть проще, тогда люди станут уважать вас. В любви возможны непонятности разного рода. Ну, вот это очень размытое. Да, вообще-то, в принципе, такое состояние непонятное. Это, может быть, из-за завтрака поругаетесь, а, может быть, разведетесь. А за ужином помиритесь? Вот такое бывает. Водолея, сегодня предстоит разрешить мучающую вас проблему, которая образовалась в личной жизни. Вечером, возможно, приглашение в гости. Кто ходит в гости? Почему нет? По четвергам? По четвергам, да. Прекрасный день для рыб. Возможен крупный выигрыш, возвращение долгов и встреча с интересным человеком. Но не забывайте про дела насущные. Супер. Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Завтра тоже будет много всего интересного. Тем более, что пятничная программа. В общем, небольшой анонс на завтра. Звенит последний звонок. Праздник прощания со школой. Приятного аппетита! Быстрый и вкусный рецепт. В кино. Обзор кинопремьер выходных. Ну что ж, это и многое другое завтра. 8.10 на ТНВ. Ну а сегодня мы второй день поздравляем выпускников с выпускными. Нет, не с последними звонками. С последними звонками. И желаем хорошо отметить этот праздник. Но не забывать, что ЕГЭ. Хорошо, да, целомудренно, можно сказать. Да, впереди ЕГЭ. Не расслабляйтесь, так что... Завтра будем вместе планировать выходные. И у нас очередной сюрприз. Завтра будет музыкальный. Так что мы вас интригуем заранее. Услышим один из гимнов Чемпионата мира по футболу 2018 от наших друзей-земляков. Надеюсь, что вас это заинтриговало. Повторы программы вы можете найти на нашем сайте tnv.ru. В Ютубе, конечно же, нас можете находить. И, конечно, на нашей страничке ВКонтакте, где вы можете писать нам свои пожелания, советы. Ну, просто пообщаться. И лидейки подкидывать, мы не против. Утренняя программа «Здравствуйте». Итак, пятница, 8.10. Ну, а сегодня с вами были Светлана Звонарева. Влад Портнов. Рада делиться с вами полезной информацией и создавать вам хорошее настроение. Увидимся завтра в это же время, 8.10 на ТНВ. Хорошего дня. Удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова